Думаю, что каждый автоводитель хоть раз благодарил Бога за то, что или не сбил самокатчика, а также каждый пешеход за то, что самокатчик не сбил его или его детей. Дети и взрослые получают травмы на электросамокатах и от электросамокатов каждый день, потому что до сих пор пользоваться ими мог каждый, а за несоблюдение правил наказывали вяло. Наконец, в этом вопросе многое изменится. Самокаты нужно будет регистрировать, а за нарушение правил и, самое главное, езду в нетрезвом состоянии платить штраф. Итак, Сейм в окончательном чтении принял поправки к закону о дорожном движении, который предусматривает более высокие штрафы и новые обязанности для пользователей электросамокатов, велосипедов и велорикш. Во-первых, электросамокаты и велорикши теперь нужно будет регистрировать. С 1 января 2024 года к ним должна будет быть прикреплена наклейка о государственной регистрации. Используемые в настоящее время транспортные средства должны быть зарегистрированы до 31 марта будущего года. Велосипеды регистрировать можно, но не обязательно. Во-вторых, впредь, чтобы управлять электросамокатом, нужно будет иметь права на управление велосипедом или любым другим транспортным средством. Для управления велорикшей тоже нужны будут права и минимальный возраст 18 лет. В-третьих, увеличены штрафы за несоблюдение сигнала светофора, несоблюдение дистанции и за управление электросамокатом в состоянии алкогольного опьянения. К сожалению, эти штрафы не такие большие, как планировалось изначально. Хотели штрафовать на 2000 евро, но в результате приняли от 40 до 170. В-четвертых, самоуправления смогут сами устанавливать правила для электросамокатов и велосипедов, в том числе на установку ограничения скорости и на парковку. А контролировать все это будет в том числе и полиция самоуправления. Очень надеюсь, что это только первые шаги на пути к урегулированию отношений между теми, кто ездит на этих транспортных средствах и всеми остальными участниками движения. Мы не первопроходцы в этом вопросе. Нам есть у кого поучиться, есть у кого перенять положительный опыт. Уверена, нам хватит учиться на своих ошибках и нужно продолжить улучшать правовое регулирование в этой сфере.